Продолжение следует... Сейчас уже очень широко внедряется уже в рутинную практику эластография. Это один из комплексов мультипераметрического ультразвукового исследования. И у нас была возможность применения контрастно-усиленного ультразвукового исследования, как также визуализация в системе мультипераметрического метода. Ну и, конечно, последнее, для чего мы это делаем, это под контролем ультразвукового исследования с контрастно-усиленного ультразвукового исследования. Вы будете его видеть, что применяется и функционная трепан-биопсия лимфатических узлов. В нашем учреждении широко применяется именно эластография компрессионная с его полуколеческой методикой. Применяется она уже на протяжении 2008 года. И данный метод построен на определении анализа модулей продольной упругости. В поверхностно расположенных органах, как щитовидная железа, молочная железа и лимфатические узлы, это достаточно хороший метод. И уже в 2007 году даже были классифицированы паттерны эластографических изображений группы Факунава измененных лимфатических узлов. Все их знают. Это четыре типа. Для неизмененных лимфатических узлов это первый и второй тип. Это неизмененные и такие, как называют, реактивные лимфатические узлы. И структурность достаточно однородна. Характерны иногда изменения более жесткие в воротах или в картикальном слое. Третий тип и четвертый тип – это уже подозрительные на метастатические процессы или злокачественные выражения лимфатические узлы. И определяется еще по количественной оценке. И вы видите ряд авторов, которые применяли эту методику. И в среднем это две единицы. От полутора до двух единиц равняется. Изменяется ткань измененного лимфатического узла с референтной тканью. Как правило, это ближайшая от кожи жировая клетчатка. Если невозможно, то иногда референтной зоной является, например, в шейных лимфатических узлах это кивательная мышца. Эластография сдвиговой волны. Здесь определены матроны – это мягкий пограничный жесткий для определения изменения в лимфатическом узле. Как часто выполняется, есть тоже методика, которая при задержке дыхания и компрессии, как правило, при эластографии сдвиговой волны не требуется. Также определены, уже спрашивали, референтные значения. И вы видите, тоже ряд авторов применяла. И где-то в среднем это равняется 20-25 кПс и от 2,5 до 3 метров в секунду. Среднее значение при исследовании. Хотелось бы отметить, что эластография как компрессионная, так и эластография сдвиговой волны является дополнительной методикой. То есть основная методика – это все равно исследование в Б-режиме, это исследование топливовских характеристиков лимфатического узла, а применение эластографии – это дополнительная методика. С 2015 года нам посчастливилось проведение именно контрастно-усильного ультразвукового исследования. Проводилось оно препаратом Сенавью на 2,4 мл с низкой акустической мощностью, которая есть в аппаратах ультразвуковых. Для реактивных лимфатических узлов, характерно центрофугальное, изменение метастатической центропитально, как описывается при лимфоме, может быть и гомогенное, и иногда это перфузия по типу звездного неба. Также контрастные вещества позволяют выявить так называемые построения кинетических поступлений и выведения контраста, различают артериальную, позднеартериальную и венозную фазу и позволяют нам выявить показатели вычисления позволения токсифонии ТИК-кривой. Это время накопления, вымывание контраста, пикантексивность и самое важное – это почва подкривой накопления контраста и вымывание контраста. Что мы можем в рекачественной оценке оценить? Это оценить движение контраста по накоплению его при характеристике патологических узлов, определение зон сосудов неогенеза по периферии – это признак злокачественности при контрастном усилении. А также иногда мы можем определить и поражение капсулы, когда появляется контраст уже вне лимфатического узла, то есть экстрагация в окружающей ткани. Характерный в артериальную фазу для доброкачественного типа контрастирования – это заполнение однородно-контрастного вещественного лимфатического узла, позволит иногда вымывание в зоне лимфатического воротка, так называемых уже венозную фазу. Для злокачественных контрастирования типа метастатический типа или злокачественного лимфома в артериальную фазу иногда быстрое контрастирование и уже с быстрым вымыванием на 7-10 секунде. Либо уже поражение, когда существует некроз лимфатического узла в артериальную и венозную фазу, мы видим уже нарушение контраста в центральной зоне лимфатического узла. Здесь показаны параметры перфузии, характеристики, которые характерны для реактивных и метастатических лимфатических узлов. И, как мы видим, центробежно характерны для реактивных лимфатических узлов, центростремительный, хаотичный для метастатических. Степень усиления для реактивных – это из-за усиления и гиперусиления для метастатических. И гомогенность усиления гетерохогенными для метастатических, а гомогенную для реактивных лимфатических узлов. Также дефект перфузии, соответственно, в реактивных отсутствиях и появляется при метастатических. И граница усиления для метастатических характерна усиление по ободку. И в этом мы видим, что вот эти четыре признака – отсутствие гетерохогена, усиление дефект перфузии, усиление по ободку – достаточно специфично при контрастном усилении. Неизмененные лимфатические узлы здесь представлены в B-режиме. Мы видим классический неизмененный лимфатический узел с однородным корковым слоем и воротами. Лимфатический узел при СДК имеет кровоток в структуре узла. При эластографии достаточно эластичен с низким пороговым значением коэффициента жесткости и заполняется контрастным гомогеном. При подозрении на изменения мы видим уже усиление в зоне патологических изменений с неоднородным заполнением контраста. При поражении злокачественной лимфомы есть, соответственно, при диффузных изменениях мы видим увеличение кортикального слоя, смещение ворот, усиление при СДК именно в корковом слое сосудов большое количество появляется. Лимфомы, как правило, могут быть нежесткими. То есть мы видим второй эластотип с низким пороговым коэффициентом, но при введении контраста мы видим так называемое диффузное контрастирование фолликулов, так называемое звездное небо, которое достаточно хорошо видно, что это лимфатический узел подозрительно на поражение при злокачественной лимфоме. Это статически измененный лимфатический узел, характерен изменение структуры с повышением количества сосудов по периферии изменений, жесткий при применении компрессионной эластографии мы видим, лимфатический четвертый эластотип. И при введении контраста в артериальную и венозную фазу мы видим усиление во время первых где-то секунд контрастирования и с быстрым вымыванием в венозную фазу. При дуперкулезе тоже есть изменения. Также с повышенным, где центральный некроз узла имеет повышенное сначала накопление, а потом вымывание контраста. И хотелось бы показать несколько клинических случаев, которые применялись у нас в институте, эти мультипараметрические литковые исследования. Мы видим лимфатические узлы, сниженные их агенности в биорежиме, с единичным уроком кровотока в правом части слайда. Также видим усиление кровотока в центре узла в лимой части слайда. Но при введении контраста мы видим, что эти узлы заполнялись достаточно гомогенно, и вымывание происходило достаточно медленно, что и видно на кривых контрастирования с низкими введениями, такими половыми имплата, которые мы видим и при кривых тик-кривых. Это не измененный лимфатический узел, а это реактивный лимфатический узел на фоне воспалительных изменений. Еще хотелось бы показать клинические случаи. Мы видим увеличенный лимфатический узел до 10 мм в поверении заднем измерении, с не расширенным критикальным слоем, но гиперхогенными массами в структуре ворот. И видим, что при доблерских характеристиках сосуды только по периферии и асимметричны. При эластографии мы видим, что есть четвертый тип эластичности с высоким пороговым до 12 коэффициентом. И при заполнении уже в артериальную фазу мы видим, что есть гиперусиление по периферии, а центр лимфатического узла не заполняется, что и видно на диаграмме. Это метастатическое поражение при раке корня языка, плоскоклеточный рак. Еще один клинический случай мы видим в B-режиме группы лимфатических узлов. Уже цепочка располагается с измененной эхоструктурой. По периферии мы видим в режиме ЦДК усиление и разной степени сосуды расширены и изменены. При эластографии неоднородная эластичность с высоким коэффициентом жесткости. И при контрастировании также неоднородное заполнение контрастом. Все группы этих лимфатических узлов с изменениями в центре этого узла. Это метастатическое поражение при раке горта, не плоскоклеточный рак. Еще один клинический случай. Группа лимфатических узлов неоднозначно в B-режиме. Есть неоднородное расширение кортикального слоя с расширением и мозгового части. И видим, что тоже по периферии только появляются сосуды. Неоднородный третий эластотип с высоким коэффициентом жесткости. И неоднородное контрастирование лимфатического узла с гиперусилением по периферии. Это достаточно иногда сложно выявить такие лимфатические узлы. Это метастатическое поражение при меланоме. И раздифференцировать его с лимфатическими узлами, которые реактивны. И мы видим быстрое выведение контраста в тик-криовые. Еще один случай. Неоднородные мы видим лимфатические узлы. Хотя в правой части слайда это небольшие лимфатические узлы. Передний-задний размер до 4 мм. Здесь уже расширены лимфатические узлы. Повышение мы видим сосудов в центре. И неоднородные, но с повышением коэффициента жесткости справа и жесткие слева. Это характерно для поражения при раке щитовидной железы, кистовидные включения и зоны фиброза с микрокальцинатами. Еще один случай. Это тоже лимфатический узел. Неоднородный, с нечеткими неровными контурами. 7 мм всего передний-задний размер. Мы видим рядом еще расположенные такие же лимфатические узлы, но меньших размеров. Но есть усиление по периферии с изменением архитектоники сосудов. Но видно третий эластотип. Рок чуть-чуть превышает норму. Но при введении контраста мы видим заполнение неоднородного лимфатического узла. Контрастным веществом уже на первых секундах. С кривой с быстрым выманием. Это тоже поражение при раке носоглотки, проскоклеточный рак. И хотелось бы еще привести пример. Пациентка в анамнезе рак щитовидной железы. 42 года. Обследовалась диагностически. При магнитно-резонансной диагностике были выявлены лимфатические узлы в надключичной области до 18 мм. И по ходу левокивательной мышцы. Было подозрение высказано на наличие метастатического процесса. Также было обследовано при компьютерной томографии, тоже выявляясь эти же лимфатические узлы. И тоже было выявлено, расценено, как метастатический процесс заподозрено. При ультразыковом исследовании мы видим несколько лимфатических узлов. Но мы видим, что кортикальный слой равномер рашин ворота дифференцируется. И 6 мм всего передний-задний размер. При ЦДК усиление кровотока в центре узла. И достаточно мягкий эластатив второй. И коэффициент жесткости 1,4. Были проведены тонкоигольные биопсии, но и эти лимфатические узлы были удалены. И было высказано при морфологической верификации, что это гиперплазия лимфоидной ткани, что было поставлено при ультразыковом исследовании. И хотелось бы в заключение сказать, что мультипараметрическое ультразыковое исследование по сравнению с применяемыми 30 лет ультразыковыми исследованиями как в Б-режиме, так и в ЦДК обладает более высокой специфичностью при первичном этапе. Может быть использована, определяется и структура, и сосуды. Эти современные методики помогают определить уже более структуру поверхно расположенных узлов более достоверно. Также определить зону патологических заменений, чтобы провести точную таргетную биопсию этого лимфатического узла. Ну а, конечно, все остальные модальности, которые мы дальше рассмотрим, они обладают большей диагностической толщестью при выявлении и распространении опухолевого процесса. И также патологии уже глубоко расположенных неповерхностных лимфатических узлов. Спасибо за внимание.